Всем привет! Всем огромный привет из Канады! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня хотела вам показать немножко обуви и сумок, но получилось, что сумок больше, чем обуви, потому что обуви как-то еще мало. Но тем не менее, вот я зашла в наш магазин, который называется Hudson Bay, это самый большой наш department store в канадске, ну то есть как универмаг. И посмотрела, какая есть обувь, что нового, что привезли. Нового как-то очень мало, но вот, на мое удивление, очень много обуви на распродаже, именно такой осенней. Очень странно, но тем не менее, как-то все смешалось в этом мире в последнее время, и сейчас как-то все поменялось. Я не знаю, всегда обычно вот сейчас август на распродаже должна была быть летняя обувь, но она тоже есть. Но очень много осенней такой вот, такие полусапожки на легкую осень. И, в общем-то, рассматривала я разную обувь, она есть в разных размерах, это просто здесь такая система, что полки по размерам стоит обувь, не по моделям, а именно по размерам. Вот, ну и я побродила так между этими стеллажами. В общем-то, нового ничего интересного нету, я имею в виду, что в тренде то, что было, то и есть. И вообще, мода в последнее время как-то топчется на месте. Очень много анималистичных принтов, очень много грубых ботинок, вот под милитари такие ботинки. Просто такие обычные коричневой кожи, черной кожи. Ну вот видите, много змеи, много леопарда, много зебры, много всего вот этого. И это уже, наверное, на протяжении последних, ну, пяти сезонов. Даже, ну не знаю, в общем, очень уже давно вот эта вот, вся эта змея в тренде. И все нам обещают, что она выйдет из моды, но как-то пока что вот не выходит. Я не могу, не то чтобы вот у нас в наших магазинах самый последний писк моды продают. У нас, в общем-то, вещи довольно-таки традиционные. И ничего такого особенно моднючего нету. Но, во всяком случае, такие вот вещи, которые везде, они везде продаются. Вот эти вот грубые ботинки. Я вам показываю немножко цены, пытаюсь показать, не озвучиваю, потому что мне кажется, что вы видите. Там есть цена, сколько этот ботинок стоил. И потом цена, сколько он стоит сейчас на распродаже. Вот. Ну, цены такие не очень здесь бюджетные в этом магазине. Хотя обувь-то такая ничего особенного. Ну, например, вот эти ботинки стоили 260, а сейчас они подешевле. Ну, 260 долларов за ботинки. Вы помните, я там по Винерсу бродила и по санужке Феррагама, и туфли Прада. И они были по 200 долларов, потому что тот магазин – это сток, он действительно бюджетный. А этот магазин не очень бюджетный. Ну, в общем, такой, типа, универмаг не самый дешевый. Но я не могу сказать, что здесь какие-то уж очень такие хорошие вещи продают. Ну, тоже очень зависит от локации. Вот я живу в маленьком городе, и в моем городе он не очень большой. И, в общем-то, здесь выбор такой, так себе не очень. Надо бы мне отъехать куда-нибудь подальше. Обязательно это сделаю попозже, наверное, когда, может быть, ближе к осени, когда побольше завезут. Но, в общем, вы видите, что вот по... Что, в общем, предлагают магазины в этом осеннем сезоне. Хотя, опять же, я что-то запуталась. Судя по тому, что вещи сейчас на распродаже – это значит, что они были завезены в магазин весной, наверное. Но не летом же вот эти вот ботинки все привозили, правда же? Ну, в общем, не знаю. Короче, мои какие-то исследования по поводу того, почему в конце лета на распродаже продают зимнюю и осеннюю обувь, не увенчались успехом, я так и не поняла. Вот это, кстати, Timberland – очень-очень популярный бренд в Канаде среди молодежи, среди взрослых. Не дешево. Видите, 190 долларов они стоили, а сейчас они немножко подешевле. Очень модные у нас вот такого вот типа обувь. Очень добротная, кожаная, крепкая, которая выдержит любой мороз, снег и слякоть. В общем-то, это главное на зиму у нас. Ну и на осень, собственно говоря, тоже. Вот эти симпатичные ботиночки не очень дорогие, видите? Но они, наверное, из кожезаменителя. Цвет такой приятный, молочный. Не белые, а именно вот такие вот молочные. Ну и, конечно, куда же нам без резиновых сапог? Так, резиновые сапоги в Канаде – это одна из самых популярных видов обуви, потому что весной и осенью у нас много дождей, да и летом. Вот, например, это лето у нас страшно дождливое. Так вот, люди просто вот носят резиновые сапоги как обувь, которая должна обязательно присутствовать в гардеробе любой канадской женщины. И девушки, и девочки. У меня они есть тоже, я их иногда надеваю. Просто вот знаете, когда льет ливнем дождь, и даже от машины добежать до магазина, или там выйти с собакой погулять, или встретить ребенка из школы. В общем-то, резиновые сапоги – незаменимая вещь. Вот, с обувью, наверное, все на сегодня, потому что вот как-то особо ничего такого не было, и я переместилась в отдел сумок. Это бренд, который называется Стив Мэдден. Это американская компания, не очень дорогая. В общем-то, ну, по ценам она не очень дешевая, но по качеству и по моделям она такая, ну, такая средней паршивости, так скажем. Хотя вот на вид симпатичный. Вот они продолжают лепить вот эти пельмени. Какое сочетание? Лепить пельмени, да? Смешно получилось. Ну, вот эти вот сумки-пельмешки, и они продолжают их делать, и вот такого цвета красивого оранжевого. А вот эта вот сумка, ну, мне прямо очень напомнила, прямо очень напомнила. Дорогой бренд они прямо очень сделали под Сен-Лоран. Единственное, что, видите, они написали буквы СМ, это Стив Мэдден, а Сен-Лоран там три буквы Y, S, L, и там еще кисточка, а здесь без кисточки. Ну, вот так же она прострочена, в общем, в Сен-Лоране. Ну, короче, постарались, постарались, вдохновились. Это кто у нас? А, это ГЭС. Вот тоже еще одна загадка для меня, кто, собственно говоря, ну, когда-то этот магазин, когда-то этот бренд был очень популярный, ГЭС среди молодежи, но в последнее время как-то особенно его никто не носит. Хотя, в принципе, сумки-то неплохие, в общем-то. Ну, ничего такого шикарного, распрекрасного, но неплохие. Они достаточно хорошо выполнены. Не знаю, они из натуральной кожи. Часть, по-моему, из натуральной, некоторые из кожзаменителя, но они довольно аккуратно сделаны, так неплохо, хорошо, да и дизайн неплохой. Но почему-то они как-то вот вышли из моды. Особенно у нас их никто не покупает, хотя продолжают продавать. И стоят они тоже не очень дешево. Они как бы небюджетные, я бы так сказала. Ну, не очень дорогие, но средний такой, средний ценовой сегмент. Это Ralph Lauren. Тоже из той же серии сумок, который когда-то... И вообще бренд, который когда-то гремел и громыхал, а сейчас, по-моему, как-то сдулся немножко. Ну, не знаю, опять же, среди самых модных модниц Ralph Lauren как-то не канает. Опять же, очень много их продается вот в этих стоковых магазинах, вот типа вот этого Winners или Marshalls. И, по-моему, как-то... Как-то они, в общем-то, потеряли свое лицо, свое имя. Хотя, не знаю, ну, вот те же... Вот эти вот все американские, Calvin Klein... В принципе, по-прежнему стоят, они довольно дорого эти сумки. И, видите, 180 долларов она была до распродажи. Такая маленькая сумочка, небольшая. Это Shoppers с этими... с буквами бренда. Канва такая. Канва с буквами бренда. Они неплохие, они симпатичные. Но, опять же, вот самые супермодницы их уже не носят. Это для таких женщин более традиционных, которые привыкли когда-то носить эти бренды. Calvin Klein и вот Ralph Lauren считали, что это какой-то очень супер-пупер, шикарные бренды. Ну, и они их продолжают, видимо, носить. А молодежь как-то не очень, по-моему, насколько я знаю. Что-то я вообще даже не знаю, что сейчас носит молодежь у нас в Канаде. Я как-то... Как-то вышла из этого возраста. Это мальчишки у меня подростки. И, в общем-то, они тоже... И они мальчишки. У них такая своеобразная, своеобразная мода. Вот. Ну, вот Coach. Coach, кстати, это такой американский бренд. Недешевый, довольно дорогой. Который до сих пор в фаворе. Хотя тоже немножко слетел его флёр. Вот этот когда-то. Просто все-все носились. Обязательно должны были. Каждая женщина, уважающая себя, должна была иметь сумку Coach. Сейчас как-то это тоже немножко поутихло. Но, тем не менее, они продолжают быть довольно популярной компанией. И, в общем-то, женщины такие постарше, они обязательно должны купить себе, иметь эту сумку. У меня ее нету, кстати. Ну, не знаю. Мне они не очень нравятся, если честно. Хотя, в последнее время они стали делать очень неплохой дизайн. Опять же, цены такие кусачие. Ну, вот, как бы не то, что очень сильно. Ну, не дешевые. Несколько сот долларов надо отдать, чтобы вот иметь сумку Coach. Зависит от, из чего она сделана, от размера. Ну, вы видите сами, какие цены. Так вот, мне их дизайн не очень нравился. Мне не нравилась вот эта вот, вот такая вот типичная канва, вот ткань из канвы, с канвой их. Вот мне это как-то вот такие вот сумки. Мне они как-то не очень нравились. Но в последнее время они стали делать немножко другой дизайн, немножко поменяли свою, свою DNA, бренда, что называется. И мне больше нравится то, что они делают сейчас. Но все равно, мне кажется, как-то цена не совсем, не совсем соответствует тому, что они, что они предлагают. Здесь вот такая сборная солянка. Это такая вот тоже сумки Coach. Очень-очень простые. Такие вот просто кросс-боди. Такая, знаете, очень базовая сумка. А вот это Tory Burch. Кстати, бренд Tory Burch тоже очень известный в Штатах и очень популярный. У них действительно очень хорошее качество и одежды, и сумок. Ну и стоят они, конечно. Они, по-моему, даже подороже Coach будет. Ну, где-то примерно в той же ценовой категории. И я должна сказать, что у них великолепное качество. У них отменное качество. Я даже могу сказать, что он не хуже, чем люкс, вот на мой взгляд. А цены, конечно, дешевле немного, чем люкс, но, в общем-то, не дешевые тоже. Вот эта сумочка интересная. Она прям так напомнила, напомнила сумки CELINE. Вот эти Old CELINE. Такие, знаете, у них есть такие сумки, как будто бы винтажные, такие 50-х, 60-х годов, какие-то такой формы и фасона, которые были тогда в моде. Это бренд MAD & NET. Это тоже довольно известный в Америке бренд, довольно дорогой. Считается очень хорошей. Хорошая кожа, хороший дизайн. Вот это не совсем характерная для них сумка. У них немножко такой более модерновый стиль, но вот это вот они как раз сделали под CELINE. И очень-очень интересно. Мне понравилось симпатично. Я даже не ожидала, что встречу такого типа сумку в нашем универмаге. Хотела сказать универсальный. Универсальный – это другое. Универсальный продает еду. Вот этот вот, вот эти вот коучи. В сумке мне нравится немножко побольше. У них такой дизайн более интересный, более симпатичный. Они где-то вот пару лет стали. Вот эта сумка, вот она под Гучи, они сделали Гучи Мармон, по-моему, они вдохновились. Вот так у меня впечатление, так мне кажется. Они посимпатичнее немножко, но все равно не могу сказать, что я прям такой фанат-фанат фирмы Коуч. Нет, не очень. Кошельки, кошельки всякие разные, тоже Коучи, Тори Берчи, Кейт Спейт. Вот дальше я покажу сумки. Тоже очень известный в Америке бренд Кейт Спейт. Я, по-моему, рассказывала историю этого бренда, его создательницы. Да, вот Кейт Спейт. Посмотрите, какая хорошенькая соломенная сумочка. У меня такая похожая есть из Зары, кстати. Много лет ее ношу. Очень-очень милая, такая красивая форма. Цену я что-то не могла найти. Я потом подошла еще раз, уже нашла цену. Так вот, бренд Кейт Спейт, я, по-моему, рассказывала, основательница этого бренда. Она, с ней случилась очень трагичная история. Она покончила с собой несколько лет назад в расцвете своей карьеры, своей славы, своей известности, в богатстве, имея семью, имея детей. Все у нее в жизни вроде бы было хорошо, но, как оказалось, нет, потому что вот случилось то, что случилось. Это очень потрясло местное общество, потому что, ну, как бы, ничего не предвещало того, что с ней случилось. Да, очень грустная история, печальная, но, тем не менее, ей было, по-моему, лет под 50 или вокруг 50, она была еще молодая женщина относительно, но, тем не менее, бренд продолжает существовать и функционировать. Она была и в основательном, и вдохновителем, ну, конечно, остались люди, которые продолжают, продолжают делать дизайн, вещи. Все вещи такие, знаете, горошек, цветочек, такие вот красивые, разноцветные, веселые. Вот, собственно, вот этот бренд, он очень отличается тем, что все вещи очень такие, ну, забавные, так скажем. немножко присутствует такой немножко детская игра. Вот видите, ромашечки, вот что-то такое. Бренд очень известный, просто совершенно невероятно известный и популярный в Канаде. Я недавно смотрела передачу Рогова, не передачу, а YouTube его, на YouTube видео, и он там показывал какие-то вещи и показал сумку Кейт Спейт и сказал, что никогда не слышала об этом бренде, первый раз слышу. Я так удивилась, если честно, потому что он, как бы, стилист, дизайнер, модный и все такое. Мне казалось, что это такой громкий известный бренд, что его должны знать все. А вот оказалось, что за пределами штатов про него не очень-то знают, даже если вот такой гигант, как Рогов, который известный, известный дизайнер и стилист не знает про этот бренд, но тем не менее. Побродила еще немножечко. Это Nine West сумки, и это не помню кто. Да, Стив Мэдден тоже бренд Стив Мэдден. Мне понравилась она интересная она тем, что ручка у нее сделана на такой с веревочкой, с такой, знаете, очень современный дизайн. Видите, вот ручка на такой веревке, как будто бы такая, ну вот веревка просто. Я не знаю, насколько это практично, если честно, потому что, в общем-то, ремешки кожаные и так довольно быстро выходят из строя в сумках, когда их много носишь, а вот такая вот веревка, мне кажется, что она разболтается, размотается довольно быстро. Ну, выглядит неплохо, выглядит оригинально, выглядит необычно. Я не удержалась, приложила ее к себе. Мне кажется, что она, ну, довольно интересная сумка, несмотря на то, что по качеству она так себе была не очень. Это Nine West, вот такая базовая сумочка с такой металлической пряжечкой спереди. Эта сумочка мне понравилась, это тоже Гес под Шанель такая, вернее, сумка-то не под Шанель, под пиджак Шанель, потому что вот Шанель, вот эти вот твидовые пиджаки, вот сумка сделана из твида в клеточку с необработанными такими краями, ручки такие под Шанель, как под сумку Шанель, вот такие вот металлические цепочки. Приложила тоже к себе, понравилась, неплохая сумка, довольно такая симпатичная. Все, девочки, на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравился мой обзор, надеюсь, что вам было интересно, люблю, целую, с вами была ваша Дита из Канады, всего хорошего, увидимся в следующем видео, совсем скоро, пока-пока-бай! Субтитры создавал DimaTorzok